Оплата больничного листа гражданам Украины и приобретение газовой плиты в общежитии. Приветствую вас. Вот коротко о том, что обсудим сегодня в рубрике по вашим письмам в студии Наталья Гечек. Константин отправил вопрос. Я гражданин Украины, имею разрешение на временное пребывание на территории России, работаю в Перми, имею ли я право на получение пособия по временной нетрудоспособности, если заболею. Имейте, Константин, но только в том случае, если вы проработали на предприятии не менее полугода, а работодатель за это время делал отчисление в фонд социального страхования. Изменения в законодательство вступили в силу с 1 января этого года. С 1 января 2015 года установлена обязанность работодателей, которые принимают на работу иностранных граждан, временно пребывающих на территории России, уплачивать страховые взносы за них с того заработка, который они им выплачивают. Таким образом, гражданин Украины, временно пребывающий на территории Российской Федерации и работающий на предприятии в городе Перми, будет иметь право на получение пособия по временной нетрудоспособности по истечении 6 месяцев, когда с его заработной платы будут уплачиваться страховые взносы в фонд социального страхования. Фактически, учитывая эти нововведения в законодательстве, гражданин Украины сможет получать пособие после 1 июля 2015 года. Добавим, что эти изменения касаются только тех граждан Украины, которые имеют разрешение на временное пребывание в нашей стране. Работающие иностранцы, которые постоянно или временно проживают в Российской Федерации и раньше имели право на пособие в случае болезни. Для них ничего не изменилось. Следующий вопрос. Иван Николаевич спрашивает живого общежития на Декабристов 39.1. На кухнях общего пользования стоят газовые плиты, но они не работают. Платим мы за обслуживание дома и текущий ремонт ежемесячно. Должна ли найти средства управляющая компания делать ремонт газовых плит или закупать новые? Нет, Иван Николаевич, к сожалению, не должна. Все-таки по 491-му постановлению у нас в содержании и обслуживании места общего пользования вот такие расходы, как содержание газовых плит, а тем более их замена, они не входят. То есть это ответственность собственников. В данном случае общежития, я так рассматриваю, что у нас сейчас очень многие общежития, где комнаты приватизированы. Места общего пользования, они находятся в эксплуатации соответствующей управляющей организации, а вот ответственность за смену плит, она все-таки лежит на собственниках. До встречи!